Сегодня в областном суде оставлено без изменения дело о нападении на меня 19 мая прошлого года стрелка Куликова Николая Куликова, который стрелял и в меня и по версии следствия в журналиста Олега Куницына за неделю до того, как стрелял меня. Несмотря на абсолютно очевидные вещи, судья сегодня не удовлетворил ходатайства ни двух потерпевших Куницына и Дамажирова, ни ходатайства самого обвиняемого, потому что они очень сильно разнились с тем приговором, который вынес судья Батов. Именно по этой причине оставили без изменений. Прокурор полностью поддержал позицию судьи Батова и попросил ничего дальше не делать, не направлять дело на дополнительное расследование, не оправдывать Куликова по делу Куницына, от чего он теперь отказывается, несмотря на чистосердечное признание. И на самом деле я тоже в какой-то мере согласился с прокурорами, которые сказали, что в деле нет никаких доказательств того, что преступление было заказным, что само преступление носило политический характер. И на самом деле я действительно согласен, потому что в этом деле следствием не сделано ничего. В этом деле нет ни одного биллинга звонков с 7 телефонов Куликова, нет ни одного биллинга со звонков потерпевших, совпадали ли наши действия и контакты, например, мы соприкасались ли с нападавшим как-то. В этом деле, например, нет исследования интернета, куда заходил Куликов и был ли он ранее знаком с нашими текстами, статьями, читал ли он материалы наши критические в отношении властей. То есть на самом деле следствие сделало все, чтобы это дело не было реально расследовано. Судья Батов лишь утвердил решение следствия и поэтому человек, по сути, остался там практически без наказания за реально совершенные преступления. Хотя суд, опять же, его не пожалел, несмотря на его чистосердичное признание в том, что он не совершал преступления по Куницыну, как бы раскаялся относительно меня, несмотря на это ему сохранили два года поселения, что, опять же, не является, например, достаточно большим наказанием за того же Олега Куницына, которому он выстрелил в плечо и нанес повреждение средней тяжести, вред здоровью средней тяжести. Поэтому, ну что сказать, в целом следствие правосудия сделало все, чтобы реальные заказчики, организаторы преступления остались в стороне, чтобы не проводить никакого реального следствия дознания. Хотя, кстати, замечу один из моментов очень важных. Например, по моему эпизоду один из свидетелей прямо говорит, что видел Куликова даже накануне преступления, то есть Куликов, тогда, когда я как раз не приехал в детский садик с ребенком, то есть пропустил один день. Получается, что он конкретно выслеживал меня, он конкретно готовился к преступлению, и оно не могло носить какой-то там спонтанный характер. Точно так же, как очень важным моментом является то, что судья, например, Батов убрал статью хулиганства, 213-ю статью УК РФ, убрал и объяснил, что там были всего лишь мотивы. Вот 116-я статья – это побои по мне, и 112-я – вред здоровью средней тяжести по Олегу Куницыну. И получается очень странная вещь. Он говорит, нету общеопасного способа и хулиганства. Однако же, согласно показаниям Куликова и согласно справке из ИВС, Куликову, пока он сидел в ИВС и был задержан, приезжали начальник полиции города Вологд и начальник полиции Вологодской области. А вот теперь представьте, нам говорят, преступление не носило общеопасный и общественный характер, но при этом одновременно говорят о том, что приезд начальника полиции области к некоему стрелку ВВС вызван как раз общественным, особым общественным резонансом. Возникает странная ситуация. Человек всего лишь по 116-й вроде как сидит, а к нему сам начальник полиции области приезжает. Естественно, я считаю, что полиция для того и приезжала, то есть это тот самый знаменитый Каранда, чтобы пообещать Куликову условный срок, о чем он прямо заявил на суде, что ему было обещано. Ну, потом обманули, опять же обманули. Что сделать? Куликова наказали таким образом. Полиции верить нельзя. К сожалению, нашей полиции верить нельзя. Ну, а то, что преступление это, в конце концов, я надеюсь, когда-нибудь будет раскрыто, ну, наверное, в прекрасной России будущего мы все-таки привлечем всех заказчиков-организаторов этого преступления к ответственности и за журналиста Олега Куницына, и за политикой Евгения Доможидова. Соответственно, следите за нашими новостями, смотрите наши расследования, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и поддерживайте движение ВМЕСТЕ и открытие штаба Алексея Навального.